Антон Палыч Чехов Ионыч В уездном городе Эс царила скука. Однако местные жители говорили, что это не так. Потому что для желающих разнообразия есть библиотека, театр, клуб. Бывают даже балы. Есть, наконец, умные, интересные, приятные люди, с которыми можно завести знакомство. Указывали на семью Туркиных, считая ее самой образованной и талантливой. Семейство Туркиных жило в своем доме на главной улице, возле дома губернатора. Иван Петрович Туркин, полный, красивый брюнет, носил холеные бакенбарды, устраивал любительские спектакли и сам играл старых генералов. Он знал много анекдотов, любил шутить и острить. Никогда нельзя было с уверенностью сказать, серьезно он говорит или шутит. Его жена Вера Иосифовна, худощавая, миловидная дама, писала романы и повести, охотно читала их вечерами гостям. Была у них дочь Екатерина Ивановна. Она играла на фортепиано виртуозно, ей прочили большую будущность на исполнительской сцене. Семейство Туркиных, имея огромный дом, с удовольствием принимало гостей хлебосольно и дружески. Когда в город Эс приехал старцев Дмитрий Ионыч работать земским врачом и поселился в девяти верстах от Эс в Дялиже, ему, как интеллигентному человеку, очень рекомендовали свести знакомство с семейством Туркиных. Как-то зимой его даже представили Ивану Петровичу. Они поболтали о том, о сём, и Иван Петрович пригласил старцева бывать у них в доме запросто. Но доктор забыл об этом и вспомнил только весной, в праздник Вознесения. После приёма больных пошёл старцев прогуляться по городу. Как-то само вспомнилось приглашение. Он решил зайти к Туркиным. Встретили его Туркины, как родного. Иван Петрович всё время радостно говорил «Здравствуйте, пожалуйста». Познакомил Дмитрия Ионовича с женой. Попенял ему, что тот отдаёт время только больным и не появляется в обществе, что недопустимо для молодого человека. Старцеву представили Екатерину Ивановну, восемнадцатилетнюю девушку, худощавую и миловидную, с детским выражением лица и тонкой талией. После чая все сели в гостиной с серьёзными лицами и стали слушать новый роман Веры Иосифовны. Она читала о том, чего никогда не бывает в жизни. И все это понимали, но слушать её под аккомпанемент кухонных звуков и ароматов было приятно. Через два часа роман был закончен. Екатерина Ивановна, котик, сыграла что-то очень громкое и трудное, но старцеву после своих больных мужиков и баб всё казалось прекрасным, немножко надоедливым, но прекрасным и свежим. За ужином Иван Петрович показывал свои таланты, рассказывал анекдоты, острил и всё время говорил на своём необыкновенном языке, вошедшем у него в привычку. Большинский, недурственно, покорчила вас благодарю. Был вызван им лакей Пава, который встал в трагическую позу, поднял вверх руку и трагическим же голосом проговорил «умри, несчастная». Все посмеялись. Занятно, решил старцев, отправляясь домой. К себе в дялиш он отправился пешком, но девять верст его не утомили. Засыпая в своей постели, он улыбался. Прошло больше года. В больнице было много работы. Вера Иосифовна страдала мигренью из-за постоянных разговоров, что котик уедет учиться в консерваторию. Она писала старцу о своей болезни. Старцев приехал и в самом деле немного помог ей. С этих пор он зачистил к Туркиным. Он со всей силой молодости влюбился в Екатерину Ивановну. Старцев попросил ее о свидании в саду. Недоуменно пожав плечами, котик согласилась. Была осень. Молодые люди шли по саду. Старцев досадовал, что котик или играет на рояле по четыре часа или сидит с матерью, нет никакой возможности с ней поговорить. А она восхищала его свежестью, наивным выражением глаз, трогательной грацией. Но объяснение не получалось. Котик снула ему в руки записку и убежала в дом. Она приглашала старцева на свидание в одиннадцать часов на кладбище. Было ясно, что котик дурачится. К этому времени у старцева уже была своя пара лошадей и кучер. К лицу ли ему, земскому врачу, таскаться по кладбищу? Но в назначенное время он был там. И напрасно. Котик не пришла. Долго плутал старцев в поисках своего экипажа. Садясь в него, подумал, что начал полнеть. А это плохо. Не надо бы. На другой день поехал к Туркиным делать предложение. Но приехал в неудобное для такого поступка время. Котика причесывал парикмахер. Старцев сидел за чаем и думал, что приданное за котиком дадут приличное. И было на душе туманно и радостно. Но в голове сидел какой-то трезвый кусочек и говорил старцеву, что надо остановиться, пока не поздно. Вышла ослепительная котик. Она ехала на бал. Там и признался старцев ей в любви. Предложил руку и сердце. И получил отказ. Брак не входил в ближайшие планы котика. Она мечтала о славе великой пианистки. Пустая жизнь в городе Эс ей невыносима, а супружество свяжет ее навек. Получив отказ, старцев дня три не ел. Все валилось у него из рук, он не спал. Было жаль своей любви. Он получил известие, что Екатерина Ивановна уехала в Москву поступать в консерваторию. Разом все успокоилось, и он зажил по-прежнему. Он, лениво потягиваясь, думал, что было столько лишних хлопот, ненужных хлопот. Прошло четыре года. Дмитрий Иванович пополнил, у него была большая практика в городе и в земской больнице. Разъезжал он теперь на тройке с бубенчиками. Страдал одышкой, он много и вкусно ел. Все разговоры ему стали неинтересными. У него появилось развлечение. Он полюбил считать радужные бумажки, добытые практикой. За все четыре года старцев два раза был у Туркиных, лечил мигрень Веры Иосифовны. Котик приезжал к родителям погостить, но встретиться не случилось. И вот четыре года спустя старцев получил письмо от Веры Иосифовны. Она приглашала его приехать. В письме оказалась приписка. К просьбе матери присоединялась Екатерина Ивановна. Старцев подумал и вечером поехал по известному адресу. Все было, как и в первый год его посещений. Туркин шутил, острил, коверкал слова. Он постарел, слегка обрюзг. Вера Иосифовна тоже постарела. Турка похудела, волосы стали седыми. А котик? Она побледнела, стала еще стройнее и красивее. Но во взгляде и манерах появилось что-то виноватое, тревожное, нервное. Она и теперь нравилась старцеву, но чего-то в ней уже не доставало, что-то мешало чувствовать, как прежде. Ему не нравилась ее бледность, перестала нравиться улыбка. Потом не нравилось уже и платье, и кресло, в котором она сидела. Не нравилось воспоминание о прошлом, когда он чуть не женился на ней. Ему стало неловко своих прошлых надежд. Снова, как и прежде, пили чай, ели очень сладкий пирог. Читался длинный и нудный роман. Вава, постаревший, посидевший, снова трагически велел умереть несчастной. Старцу стало скучно. Потом Екатерина Ивановна играла на рояле трудную вещь. Дмитрий Ионович лениво подумал. Хорошо, что он не женился на Екатерине Ивановне. Она подошла к Старцеву, взяла его под руку. Вышли в сад. Теперь уже котик волновалась и говорила, какой Старцев удивительный человек, как и любит свою работу. Она часто в Москве думала о нем. Из нее не получилась пианистка, потому что играет она, как все барышни, обыкновенно. В душе Старцева зажегся маленький огонек. Лицо котика казалось в ночном свете луны моложе и чище. Но тут Старцев вспомнил, как по вечерам считает свои радужные бумажки. Огонек погас. Он встал и пошел в дом. От испытывающих взглядов ему стало беспокойно. Он опять подумал, что хорошо сделал, не женившись. Старцев стал прощаться. Все в доме Туркиных раздражало его. Вава передал записку от Екатерины Ивановны. Она просила его о встрече. Старцев подумал и сказал Ваве, что приедет дня через три. Но прошли и три дня и неделя, а он все не ехал. Однажды, проезжая мимо дома Туркиных, решил было навестить их, но проехал мимо, и больше он уже никогда не бывал у них. Прошло еще несколько лет. Старцев еще больше раздобрил. У него в городе громадная практика, уже есть имение и два дома в городе. У него много хлопот, но земскую больницу не бросает. Жадность одолела. Он одинок. Живется ему скучно, ничего его не интересует. По вечерам он играет в клубе винт, а потом ужинает один за большим столом. А Туркины? Иван Петрович постарел, но по-прежнему острит и рассказывает анекдоты. Вера Иосифовна пишет и читает гостям романы. А котик играет на рояле по четыре часа в день. Она Иван Петрович провожает их на вокзале, утирает слезы платком и кричит «Прощайте, пожалуйста!» и машет платком. «Прощайте,